Совсем скоро начнется новый учебный год. Многие дети пойдут в школу в первый раз и это очень важное событие в их жизни. Как подготовить ребенка к новой серьезной жизни, как помочь и не перегрузить свое чадо, нам сегодня расскажет психолог Оксана Игнашова. Оксана, здравствуйте. Здравствуйте. Ну все-таки 1 сентября, я думаю, ждут не только многие дети, но и их родители, но так или иначе, совсем скоро может оказаться так, что 1 сентября дети никуда не пойдут. Как быть с теми, кто так ждет этот праздник, кто так ждет это событие, они же наверняка расстроятся? Конечно расстроятся, дети не виноваты, что у нас складываются так обстоятельства. Я все-таки за то, чтобы родители взяли на себя ответственность и они организовали все-таки детям праздник. Можно угостить деток мороженым, можно организовать небольшой праздник для них, но все-таки это должно случиться, потому что особенно для деток, которые идут в первый класс, для них это праздник, который они будут помнить долгие-долгие годы, и он должен все-таки состояться. Поэтому все в руках родителей. Окей. Давайте тогда поговорим на тему того, как подготовить все-таки детей к школе, потому что многие, например, в садики не ходили, и для них поход в школу это серьезное действительно событие. Как быть, как построить свой день, чтобы родители были спокойны? Давайте начнем с того, что дети, которые не ходили в школу, не ходили в садик, они не совсем понимают, куда они пойдут. Но есть такой момент. Эти дети более свободны, они не боятся. Дети, которые находились в садике, они более режимные, они знают, что такое послушание, они знают, что такое по времени покушать, спать, заниматься физкультурой. Поэтому им будет проще вливаться в график, который предложит школа. Дети же, которые не ходили в садик, они более свободны. С ними будет немножечко тяжелее, поэтому очень многие родители идут на то, что отдают их на подготовительные занятия, которые за несколько месяцев из свободного ребенка плавно его переводят в состояние ребенок-ученик. И таким детям будет проще усидеть за партой, проще слушать нового человека, а не родителей. Дальше. Дети, которые за лето расслабились, либо те дети, которые не знают, что такое школьный график, их, естественно, нужно готовить заранее. Желательно начинать это все с августа и плавно переводить режим ребенка до того, в котором он будет находиться весь учебный год. Чуть пораньше будить? Конечно, да. Пораньше будить и пораньше укладывать спать. Например, когда на улице светло, детей в 9 не уложишь, они еще на улице, правильно? Да. И переносить на 10-15 минут их время отхода ко сну и будить пораньше. Пытаться не заставлять, а предлагать какие-то интересные занятия в первой половине дня, например, и прогулки во второй половине дня. Для того, чтобы организм ребенка постепенно привыкал и вырабатывался так называемый условный рефлекс, чтобы с 1 сентября ребенок плавно влился, и чтобы это не было стрессом, страданиями, и будильник в 7 утра не вызывал дрожь у всей семьи. Чтобы ребенку было понятно, что первая половина дня, это условно, половина дня занятая, вторая половина дня более-менее свободная. Окей, а как быть с дорогой до школы? Потому как где-то нужно переходить дорогу. До этого, возможно, дети дорогу вообще не переходили, потому что родители отвозили их утром, в садик, вечером забирали. Тут все становится намного серьезнее. Как подготовить ребенка к этому? Да. Если остальные вопросы мы можем решать через шутки, через игры, такими некими манипулятивными способами, то дорога к школе это очень серьезный вопрос. И тут ребенка нужно взять за руку и пройти с ним все возможные маршруты от школы до дома и от дома до школы. Для того, чтобы ребенок понимал, как он может, какие варианты, если вдруг перекрыта дорога или не работает светофор, например, такое часто случается. Родитель первые несколько месяцев обязательно, ну или желательно, по возможности проводить ребенка и утром, когда еще зимой, например, темно, и забрать со школы. Ребенок должен понимать, во-первых, как мы переходим дорогу. Во-вторых, мы не стоим на краю дороги. Это очень важно. Дети на бордюрке стоят, я не разу это видела, что немножечко отойти нужно от края дороги. Посмотреть обязательно зеленый свет не значит, что тебе нужно идти через дорогу. Оценить ситуацию. Конечно, нужно посмотреть, все ли остановились и видят ли тебя водители, потому что водитель, который поворачивает, может не увидеть. Есть очень много моментов. И, кстати, что очень хорошо, первоклассникам приходят сотрудники ДПС, насколько я знаю, они проводят для них лекцию? Да, лекцию для них проводятся. Но родитель обязательно должен взять своего ребеночка за руку и пройти этот весь маршрут. И очень серьезно, кстати, нужно поступить с этим. Но есть дети, которые говорят, я взрослый, я сам знаю, меня за руку брать не надо. Я сто раз гулял и в чужой двор ходил, все окей. Да, это есть. Что нужно сделать, уважаемые родители? Как я, во всяком случае, поступала? Я попросила своего сына перевести меня через дорогу. Я сказала, что у меня болит голова и, в общем, я как-то плохо соображаю, плохо вижу. Пожалуйста, возьми меня за руку и переводи через дорогу. Ребенок тогда берет ответственность. Он становится очень взрослым, очень серьезным. Он придерживал меня рукой для того, чтобы я куда-то не туда ушла. Он посмотрел на машину, он очень внимательно повел себя. И тогда я поняла, что мой ребенок готов самостоятельно проделывать этот путь от дома к школе. Ну вот еще небольшой лайфхак. Не знаю, насколько он будет полезен, но, по крайней мере, меня так учили. Говорили, что если ты будешь переходить дорогу, и ты вдруг запутался, либо испугался, посмотри, вокруг всегда на переклестке есть какая-нибудь женщина, которая внушает доверие, такая, например, от нее прям веет материнство. Говорит, около нее где-нибудь встань, и она уж точно будет переходить дорогу так, как нужно, и переходи вместе с ней. Так, ладно, окей. С дорогой до школы мы разобрались. Вторая половина дня у ребенка абсолютно свободно. Родители на работе. Ребенок будет сидеть, скорее всего, за компьютером. Уроки делать не будет. Будет делать их вечером, когда это будет заставлять и требовать родителей. Как здесь выработать в ребенке какую-то самоорганизованность, самостоятельность, чтобы он понимал, что нужно прийти и сделать уроки, там что-то еще и так далее и тому подобное? Во-первых, с 1 сентября мы ничего ребенка не научим. Если ребенок не привык нести ответственность, либо исполнять, выполнять какие-то задания, он не будет с 1 сентября делать домашнее задание. Раз изменился, да? Да, такого не случится. Больше того, он возненавидит школу, потому что раньше он жил свободно. Он никогда не застилал кровать, не мыл посуду, не выносил мусор и не выгуливал свою любимую собаку. А тут 1 сентября он почему-то должен стать взрослым, почему-то должен взять на себя ответственность и почему-то он должен менять свои привычки. Опять же, мы начинаем заранее. У ребенка должна быть какая-то обязанность, потому что это приучает к ответственности. И дисциплирует какую-то степень. Конечно. И он чувствует себя уже не ребенком, а уже постепенно он переходит в пубертат, в юношество. Мой сын уже называет себя юношей, хотя ему 8 лет. Да, потому что у него есть ряд обязанностей, которые он выполняет. Что мы делаем? Опять же, даем какое-то задание ребенку заранее, пускай это будет летом. Например, выгу у собаки, например, вынос мусора, чистка клетки попугая или хомяка, что угодно. Любые домашние дела. Да, любые домашние дела. Но, пожалуйста, не предлагайте за это деньги. Вот я, кстати, хотел бы это поговорить. Да, стоит ли это поощрять финансово? Ну, потому что, может быть, так будет проще. Маленькой монеткой пропылесосил, допустим, квартиру, там 10 рублей получил. Понимаете, ребенок потом начнет требовать деньги за домашнее задание, за исполнение, за то, что он сходит в магазин, либо за мама попросила принести воды, а он, что мне за это будет? Там 50 рублей стакан воды, например. То есть, это может быть у нас. И такие случаи есть в моей практике. Поэтому за домашние дела мы деньги не платим. То есть, условно, за то, что ребенок и так должен делать и понимать, что он делает это не только для себя, но и для всех, кто его окружает, то есть, это его родители и братья и сестры, то за это деньги? Да, да. Он член семьи, он не тунеядец, который сидит на шее у родителей. То есть, он полноценный член семьи, с которым было бы желательно, чтобы родители общались, чтобы они советовались, обсуждали какие-то покупки, либо поездки, чтобы ребенок понимал, что он полноценный, его голос очень важен. И он важен точно так же, как и голос папы, например. И тогда он будет с удовольствием брать на себя ответственность. Родители начинают понимать, что первая половина дня ребенок в школе, вторая половина дня свободная, так дела не делаются, нужно куда-то его записать, и начинаются танцы, художественная школа, португальский язык, сальса и прочее-прочее. Стоит ли это делать? С одной стороны, да, с другой стороны, нет. Все зависит от возраста ребенка и от подготовки ребенка. Если ребенок до семи лет ничем не занимался, он играл в футбол, сидел дома в планшете, то если мы загрузим его полностью, ребенок ляжет и будет спать, либо заболеет. Что мы делаем грамотно, если мы выбираем какой-то вид спорта? Начинаем с лета. Для того, чтобы физический организм ребенка привык к спорту. Ребенок за лето окреп, мы отдаем его в школу. Это психологическая нагрузка, это стресс, ребенок начинает к этому привыкать. К новым деткам, 35 штук, к учителю, которого все-таки придется слушать, к графику, к переменам, к столовой, к бешеным коридорам школьным. Это стресс. Когда ребенок к этому привык, тогда мы можем его догружать, например, иностранным языком. Лучше после нового года, либо со второго класса, если мы говорим про начальную школу. Спорт остается. Но опять же, не нужно отдавать ребенка на кикбоксинг, потом бассейн, потом футбол, потому что там групповой вид спорта, бассейн всегда полезен, мальчик должен себя уметь защитить. То есть все очень грамотно выстраиваем. Например, если это активный вид спорта, единоборство, например, то бассейн лучше добавить раз в неделю в выходные вместе с папой, чтобы это было не занятие спортом, чтобы это был отдых, чтобы это было развлечение. Если родители грамотно выстроят график ребенка, тогда ребенок будет, во-первых, крепкий, во-вторых, у него иммунитет будет хороший вырабатываться, и для ребенка эти все занятия будут в удовольствие, а не в нагрузку. Ну а что касается секции дополнительных нагрузок для детей, как понять, что ребенку не нравится то, куда он ходит? Танцы, спорт и так далее, и тому подобное. Если родитель до 7 лет, когда ребенок уходит в школу, не понял, что нравится его чаду, тогда лучше обратиться к специалисту. Есть опросники, есть техники, которыми обладают психологи, в каждой школе есть такой специалист, и он поможет определиться. Но мы можем понаблюдать за нашим ребенком, посмотреть, чем он занимается в свободное время. А у детей должно быть свободное время, это первое. Второе, ребенку должно быть скучно. Мы пытаемся занять его чем-то, всучить планшет, телефон, отправить на улицу, но творчество и креативность ребенка проявляются тогда, когда ему скучно. Чем он занимается? Он пинает мяч, он пинает грушу, он играет в лего, он рисует, он пытается писать какие-то тексты, или он решает математические задачи. И в зависимости от того, куда направлено внимание ребенка, мы можем подбирать ему секции. Уважаемые родители, чтобы понять, чем занимается ваш ребенок в то время, когда ему скучно, отключите ему компьютер. Ему буквально через 10 минут станет скучно, и вы узнаете, к чему у него есть предрасположенность. Да. Есть треугольник «Родитель», «Учитель», «Ребенок». Как им пользоваться? Тут есть несколько моментов. Во-первых, есть родители, которые не уделяют достаточно времени своему ребенку, и у них есть чувство вины. Что они делают? Они пытаются ответственность перекинуть на учителей. Учитель должен, должен обучить, должен дать грамотное домашнее задание, и так дальше, и так дальше. Соответственно, учитель, который загружен полностью, он ожидает помощи родителей. Еще второй момент. Родители, которые дома, за обеденным столом, обсуждают, какой нехороший учитель. Это ни к чему хорошему не приведет. Если есть какие-то нюансы, моменты, сомнения, недовольства, родителю лучше напрямую коммуницировать с учителем, без участия ребенка. Ни в коем случае ребенок не должен слушать, как мама обсуждает Марию Ивановну, и какая она неграмотная, либо как у нее знаний не хватает, или диплом у нее не тот. Если родитель недоволен, нужно написать учителю, нужно прийти. Из моей практики все учителя идут на контакт. Есть те, которые состоят в общих группах в WhatsApp, в общих чатах. Они по мере своей загруженности информируют, дают консультации, помощь. Есть учителя, которые дополнительно с отстающими детками в свободное время, субботу, воскресенье, они дозанимаются с ними, дают им больше информации. Есть учителя, которые подтягивают деток. То есть учителя — это живые люди. Это не монстры, которые хотят забрать наших детей, либо отвоевать, либо испортить наших детей. Поэтому очень важно относиться к этому человеку как к помощнику своему. Учитель не должен, он может взять и помочь, если мы грамотно выстроим вот эту коммуникацию. Тут очень важно именно задача родителей в этом. Оксана, как помочь ребенку учиться, не заставляя его? Если нет возможности обращаться к специалистам, родители могут сами, не заставляя ребенка, обучаясь, помогать ему активизировать его мозг. Что можно делать? Во-первых, игры. Игры — один из самых простых и доступных инструментов. К примеру, игра Dixit — одна из любимых игр нашей семьи, в которой есть карты. Но если мы не берем правила игр, которые есть, что мы можем делать дополнительно? Каждого ребенка или каждого родителя волнует, как прошел день его ребенка. Родители волнуются о том, что происходит в школе. И часто, когда мы спрашиваем ребенка, как прошел твой день, он говорит, нормально, что было, не помню. И вот карты, подобные этим, либо есть специальные карты сюжетные, они могут помочь родителям в игровой форме вытянуть из ребенка информацию. Ребенок, раскладывая или рассказывая про ту или иную карту, он будет в любом случае рассказывать о себе, о том, как прошел его день. Вот так сегодня в школе кушали, например, да? Да, было вкусно, а это у меня котлеты у меня Петя забрал, а помидоры я сам отдал. А это наш трудовик, да? Такое же может быть? Ну да, вот эта женщина, например, на Маре Ивановну, а я не мог дождаться, когда закончится мой рабочий день, и как я буду счастлив дома, буду проводить свое время. А это вот Ленин до сих пор ремонтирует, это я вот домой иду, да? Ну что-то в этом духе. Приблизительно так, да. В этом могут помочь игры настольные. Что они дают? Во-первых, когда мозг ребенка слышит слово учеба, он напрягается и закрывается. Когда мозг слышит играть, он расслабляется и в форме игры мы можем, он вбирает в себя всю информацию. То есть всем известна игра монополия. Разный возраст, разные уровни. С помощью этой игры ребенок может учиться считать, может учиться умножать и может учиться обращаться с деньгами. Согласен. Ценить их, ценить, потому что где-то какие-то покупки, возможно, да? Естественно, естественно. Не самая лучшая в этой игре, да, поэтому ребёнок понимает. Про монополию мы не будем говорить. Игра Scrabble, например. Великолепная игра, мне она очень нравится. По поводу, помимо того, что мы учимся складывать, собирать слова, ещё её можно использовать, например, как поле чудес. Вот буковки есть. Мы можем из подходящих буковок, мы можем составлять слова. Родители, либо одноклассники могут угадывать эти слова. То есть это как вариант, например, игры поле чудес. Это то, во что мы играли. Есть очень много игр интересных, которые можно брать с собой в дорогу. То есть не обязательно ребёнок, который путешествует, он сидит в телефоне. Игры подобного рода, они на магнитах, ничего не теряется. И дети очень интересно проводят время. Дальше. Помимо игр, что мы можем брать? Лего, которое есть у всех. Ту же информацию про события в школе, либо в жизни мы можем выпытывать у ребёнка с помощью лего-человечков. Мы можем организовать, поиграть в школу с помощью лего-человечков. Либо мы можем... Человечков нужно, чтобы собрать целую школу. Есть основные персонажи, есть учитель, есть дети, которые сидят спереди, есть дети, которые сидят сзади. Есть ли какой-то... Есть, например, у нас есть такой Дима, который постоянно пинается, либо забирает какие-то вещи. И ребёнок обязательно в игре расскажет, как он с этим Димой расправился. Диме привет. Здравствуйте, Дима. Вот, потом, что ещё можно делать? Есть игры, которые... Даже не игры. Есть тексты, которые используются в скорочтении. Их можно распечатать, они в лёгком доступе. Что это за тексты? Подойдут, кстати, для начальной школы. Например, текст, в котором буквы в словах перепутаны. Они учат ребёнка видеть слово. Дети постепенно начинают читать такие тексты. Тексты, в которых нет гласных букв, например. Буквально 10 минут, и ребёнок учится читать этот текст. Для ребёнка это игра, для ребёнка это весело. И, например, пока мама разогревает обед, ребёнок может попробовать прочитать этот текст. Ребёнок может сам составить такой текст. Это не обучение. Детям весело, детям нравится. И плюс это совместное времяпрепровождение с родителем. Вот, кстати, тот вариант, который вы сейчас предлагаете, это то, что можно взять, зайти в интернет, скачать себе и поиграть со своим ребёнком уже вот прямо сейчас, прямо сегодня. Да, это очень просто. Детям нравится. Больше того, не обязательно это делать дома. Мы можем обучаться и во время прогулок. Мы можем номера машин плюсовать. Кто быстрее? Кто быстрее? Если это маленькие дети. Давай ты посчитаешь красные машины, я посчитаю синие машины. Очень большое количество занятий даже на улице. Вывески можно читать, можно учиться читать. Ребёнку нравится играть. Ребёнку нравится считать шаги. Ребёнку нравится прыгать через плитки. Дети играют. Переступать через трещинки на асфальте. Обязательно. Это даже взрослые играют. И только через игры, разные игры мы можем помогать ребёнку. Кстати, ещё забыла. Есть, опять же, здоровские рисунки, которые доступны в интернете. Рисунки двумя... Зеркальные рисунки обеими руками. То есть мы рисуем двумя руками. Таким образом мы активизируем оба полушария мозга. Опять же, вот упражнения, которые я... Вот эти упражнения. Пробуем, да, вместе. Раз. Есть, включаем мозг. Мозг начинает работать. Я просто боюсь не тот палец достать на камеру и будет... Будет... Есть ещё вариант вот такой вот есть. Вот так. Вот он. Ок. Да. Да-да-да. Это сложно. Это сложно, но... Мне не работает второй полушария. Если мы эти упражнения будем давать ребёночку до того, как мы заставим его садиться за уроки, мы немножечко проведём разминку мозга, и тогда ребёнок быстрее сделает домашнее задание, он быстрее соображать будет, и ему будет намного проще выполнять всё, что дают ему родители. Если мы им чуть-чуть поможем, чуть-чуть активизируем, тогда будет намного проще. Домашнее задание будет не в мучении 3 часа, оно будет быстро, 15 минут в удовольствии. Давайте, может быть, тогда дадим какой-нибудь итоговый финальный совет всем родителям, у которых, может быть, дети в этом году пойдут в школу, или, может быть, тех, у кого дети учатся в начальной школе. Как быть, чтобы было лучше всем? Знаете, можно говорить много, но самое главное, чтобы вы любили своих детей, чтобы вы их слышали, чтобы вы внимали их потребностям, чтобы вы понимали, чем живёт ваш ребёнок, чтобы вы научились проводить время с вашим ребёнком, чтобы вы находили ресурс, чтобы вы получали удовольствие, чтобы вы жили не только жизнью ребёнка, своей жизнью, и таким образом давали ребёнку грамотный и качественный пример. Это самое главное, всё остальное придёт. Оксана, большое вам спасибо за беседу. На этом наше интервью подходит к концу, а мы с вами сыграем в игру. Вы рискуете. Спасибо за просмотр. Спасибо. Спасибо. Редактор субтитров А.Семкин